Русские новости Ничего не изменилось Существенного прибавления аудитории не произошло Более того, по сравнению с зимними месяцами Количество просмотров упало Можно считать, что сначала была тенденция к росту Потом она сменилась тенденцией К уменьшению количества просмотров Можно считать, что это какой-то сезонный фактор сработал Но я думаю, что все-таки в среднем погоду Мы видим 2,5 тысячи Аудитория как была, так и осталась И больше она не вырастет Уже видно, что какого-то существенного роста нет И не предвидится Поэтому в прежнем формате русские новости выпускаться не будут По крайней мере, вот та периодичность Которая была принята за правила предшествующий период Больше соблюдаться не будет Это действительно очень трудозатратный проект для меня лично Потому что кроме меня им никто не занимается А создать какую-то группу Это еще и затраты на коммуникацию Что тоже очень непросто Один снимает, другой форматирует Как-то там фабрикует этот материал Третий выпускает, четвертый распространяет Коммуникация тоже требует больших затрат Поэтому проще, конечно, делать было все самому И дальше я буду продолжать делать сам Если получится у нас сложить какую-то группу хорошо Но пока тоже не видно Чтобы русские новости начали выпускать, скажем, несколько человек Даже если весь цикл делает один человек И другой человек тоже берет на себя аналогичные обязательства Это было бы, конечно, легче Но сейчас пока не вижу Не получилось в течение года Ничего подобного не произошло Поставка новостей как-то более-менее происходит То есть новости присылают Но вот новости русского движения как таковые отсутствуют Нет русского движения в России Оно не формализовалось Оно не превратилось в организации Как умонастроение русское движение, конечно, присутствует Иногда акции русских организаций проводятся в регионах В основном в столице, в Москве, в Санкт-Петербурге Реже в других городах Но структурированного русского движения В котором мог бы быть внутренний диалог, согласование каких-то позиций Просто не существует Существуют отдельные люди со своими заморочками в голове Со своими тараканами И каждый тянет свою сторону Даже вот в русских новостях Я постоянно занимаюсь тем, что заношу в черный список людей У которых с головой не все в порядке И вот да, этим людям управлять государством Они же загубят все Если по совокупности даже посмотреть Ну действительно, мы как будто бы находимся под властью того правительства Которого и достойны Потому что ну столько всякого бреда Столько всякого бреда в головах Все от невежества и наглой гордыни Которое людям, конечно, ломает интеллект И ломает рассудок Очень основательно Представим себе, что вот мы собрали бы всех этих комментаторов Которые в интернете реагируют на русские новости Или на какие-то другие материалы Попробуем предоставить им возможность поуправлять государством Мысленный такой эксперимент поставим Что они сделают? Ну ведь разорят полностью Ведь государство закончится еще быстрее Чем его заканчивают Путин с Медведевым Вот это уничтожающее нашу страну государство Ну или точнее государственная власть Ну это то, чего мы покуда достойны Видите, да, есть популярные новости Которые там делают разные люди в интернете Они гораздо популярнее, чем те русские новости Которые сделал я Ну видимо, значит, время еще не пришло Для того проекта, который я реализовал Попробуем через несколько лет вернуться к этому вопросу А может быть и не будем возвращаться Потому что, ну наверное, возникнут какие-то другие форматы Думаю, что тематические передачи Это русские новости Название мы сохраним Но будем делать какие-то тематические передачи На какие-то особо острые темы Когда нужно сделать заявление По какому-то животрепещущему событию Или будем предлагать нашим зрителям Обзоры книг А новости Ну смотрите, вы же сами можете их анализировать По своему усмотрению Вы их видите в лентах своих новостей То, что публикуют наши друзья Каждый может зайти на сетевые ресурсы Вконтакте, в Фейсбуке, в Одноклассники И даже если вас не устраивает мои ленты Там, где я размещаю свои материалы Ну найдите какие-нибудь другие Есть, в общем-то, где посмотреть русские новости И сделать необходимые оценки Может быть, значительно важнее Это теоретическая мысль Вот может быть, к ней надо перейти К просвещению Потому что очень много бреда Просто чудовищного И я даже затрудняюсь Как-то понять источники этого бреда Он, ну как будто какая-то застарелая болезнь И люди цепляются за свои вот эти бредовые идеи В области религии В области истории В области управления государством Фантазии, ну какие только можно представить себе И такое впечатление, что аудитория глубоко больна Не вся, конечно Вот та молчаливая аудитория Которая никак не высказывается Это, может быть, наиболее здоровая часть общества А та, которая пытается высказываться Давать какие-то оценки Свои рекомендации При публикации каких-то видеоматериалов Или статей в сети Это, конечно, аудитория с тяжелыми пороками Интеллекта и совести Вот, поэтому русские новости В том формате еженедельном Который был до сих пор практически каждый понедельник Вот 52 передачи вышли В этом формате мы прощаемся И на прощание я выставляю Своё выступление на последнем митинге В защиту политзаключённых В солидарность с ними И в противодействии тем, кто проводит политические репрессии Просто все должны забыть, что они русские люди И превратиться в скот Который будут загонять По воле начальника В стойло, когда вздумается Ну а так на выборы Вы можете, конечно, сходить Валютеечка пустить Но это ровным счётом ничего не значит Ваш голос ни в коем случае не будет учтён А чтобы на вас обращали внимание Вы должны участвовать В тех мероприятиях, где говорят правду Вот правду это самое страшное оружие Для ныне действующей правящей олигархической клики И это привычка к правде Вот, может быть, надо овладевать И надо приходить на наши мероприятия Надо знакомиться с людьми, которые стоят за правду Узнавать о тех, кто страдает за правду А также о тех, кто является врагами нашего народа И кем заполнены все правоохранительные структуры Все сплошь Потому что отбор уже произошёл Массовое количество негодяев Из среды того же самого народа Эта власть набрала И теперь прокуратура Следственные органы Судебные органы Насыщенные негодяйством по самой некуда Это люди, осуществляющие геноцид нашего народа Каждый из них, может быть, обманывает себя И думает, что он работает В целях сохранения законности и правопорядка Но это ложь Никакой законности в стране нет Никакого правопорядка в стране нет И пока вы, граждане, будете вот так, как скот ломиться в метро Вот так оно и будет происходить На вас и будут смотреть оттуда из-за зубцов, из Кремля Как просто на манипулируемую массу Вы приходите домой, включаете телевизор И вам мозги заливают всякий бред Либо просто вас отупляют Для того, чтобы вы забыли о том, что вы являетесь наследниками Великих поколений, великих людей Которые жили и творили в русском народе в прежние века Либо просто вам сообщают ложную информацию Для того, чтобы вы становились врагами самого себя Своего собственного народа И чтобы не превратиться в таких врагов Вы приходите к нам Приходите, и все будет нормально Все будет спокойно Никакого экстремизма у нас сроду никогда не было Мы, если что и требуем, то соблюдение закона Соблюдение конституционных норм Даже если они выглядят весьма не весьма Как писали раньше при оценках нерадивым ученикам Мы все равно требуем того, чтобы конституционные нормы Были общими для всех И чтобы изменник и предатель, вроде Сердюкова Сидел в тюрьме Чтобы Чубайс тоже где-нибудь рядом в камере за решеткой сидел И вся эта группировка олигархическая Всякие там руководители больших корпораций Тоже отправились туда А собственность, которую они украли у нашего народа Была у них изъята И направлена на пользу нашему Отечеству Несмотря на то, что огромное количество дел по экстремизму Возбуждается в Российской Федерации Ни одно из этих дел не является праведным Нет в России никакого экстремизма На днях Верховный суд подтвердил решение Московского городского суда О том, что народное ополчение имени Минина и Пожарского Это не просто экстремистская, а террористическая организация Террористическая, хотя не зафиксировано ни одного террористического акта Не зафиксировано никаких признаков подготовки к террористическому акту Тем не менее, вот этот обслуживающий персонал, вария засевшего в Кремле На суде, не моргнув глазом, утверждает такое решение Что оказывается, у нас, среди нас есть какие-то люди Которые причастны к террористической деятельности или к ее оправданию Вот то, что в Кремле есть люди, непосредственно планирующие террористические акты Политические убийства Вот это совершенно несомненно Потому что патриоты патриотов никогда не будут судить Даже если у них точка зрения на какие-нибудь события разнится А эти судят и, по сути дела, уничтожают все патриотическое движение в России Заменяя его любителями начальства Не надо путать любовь к начальству, любовь к отечеству А у нас очень многие путают И бегут в эти организации, созданные Кремлем Где истерически кричат, что Путин нас спасет Мы-то точно знаем, что он может нас только погубить И все, что им сделано за прошедшие годы Было сделано против нашего народа Против нашего отечества Против благополучия каждого гражданина Кто способен принимать, воспринимать аналитическую информацию Кто готов знать факты К этому приходит однозначно Что весь этот политический режим враждебен нам И мы можем избавиться от него только совокупными усилиями Не какими-то там террористическими или экстремистскими методами А прочно опираясь на закон Мы опираемся на закон, а кремлевская шайка опирается только на беззаконие И решения судов, которые мы видим в изобилии, особенно в этом году Они все основаны на беззаконии В этих судах не признают никакие факты В них не признают мнение специалистов Их опираются на мнение своих халуев Которые заблаговременно готовят какие-то бумажки И эти бумажки, абсурдные по своему содержанию Становятся основой приговоров Многим людям, которые являются настоящими патриотами своей родины Которые болеют за свою родину И говорят людям правду Вот за правду И происходит осуждение Многих из тех активистов русского движения Которые смеют не быть халуями на недействующей власти А вы, вот те, кто идут сегодня в метро Вы как себя ощущаете? Свободными людьми? А почему тогда из ваших карманов Выворачивают все, что только можно? Почему бюджет стал личным кошельком Очень небольшой группы людей Которых мы называем олигархи? На самом деле они не просто олигархи То есть группа лиц, захвативших власть Это воры Это воры, есть простое русское слово воры Но олигархи это больше для политологического анализа Вот с этим ворьем мы должны расправиться Нашим гражданским сопротивлением Нашими силами И никто другой нас не спасет Никакая заграница не профинансирует русскую революцию А эта революция должна состояться прежде всего в мозгах Вы должны точно знать Что вот все эти истерики, которые тут бродят мимо И что-то там визжат Это люди либо неуравновешенные, психически ненормальные Либо прямые наемники Которым просто предлагают устроить скандалы Испортить наше совершенно законное, спокойное мероприятие Где мы просто говорим о фактах И даем свои оценки этим фактам Для подавляющего большинства из вас Кто идет мимо сегодня Эти факты неизвестны Вы живете как будто в какой-то темной трубе И туда вам спускают только ту информацию Которая выгодна на недействующей власти А мы вам расскажем о другой информации Может быть часть из этой информации вы как-то случайно знали Но в совокупности вы даже не представляете себе Какой глубины разложения произошло с теми людьми Которые называют свои должности высокие И заставляют всех остальных признавать их Что они по должности имеют какие-то полномочия Реально это просто самозахват власти Есть соответствующие статьи Уголовного кодекса Рано или поздно этих захватчиков по этим статьям будут судить И может быть если они вовремя не спохватятся И не отменят русскую статью 282 Наверное по этой статье их тоже будут судить Потому что диспозиция этой статьи Один в один совпадает с тем что они реально делают То есть они являются экстремистами Не мы Мы говорим правду, они лгут Мы живем посредством За счет своей зарплаты А не за счет воровства Ну и кто же экстремисты из нас Мы никого не убили, не ограбили Никого не покалечили И не собираемся это делать Мы не собираемся какие-то проводить террористические акты А они собираются и делают Ну кто может не знает Что происходило в 99 году И почему всех так очаровала фраза Мочить в сортире Кого там в сортире-то замочили Вот кто с этой ситуацией знаком Прекрасно знает Как нагнеталась истерия И как эти фиктивные террористические акты Организовывали спецслужбы Для чего? Для того, чтобы всех превратить в баранов Чтоб все сочли Вот, наконец-то во власть пришел решительный руководитель А он лжец От рождения лжец, понимаете И вот эта ложь стала Для всех вас, кто идет мимо Для тех, кто не задумывается о ситуации Основой мировоззрения То есть вы живете за счет лжи И эта ложь убивает всякое творчество в вашей голове Вы начинаете лгать своим детям, своим друзьям Вы начинаете лгать своим сотрудникам по работе И эта ложь пропитывает всю ситуацию Вот от этой лжи мы должны избавляться Но хотя бы в том плане Чтобы знать хотя бы группицу правды Которую можно все-таки извлечь Из того потока лжи, который организован Кремлем Под судом сейчас находится Николай Боголюбов Известный русский поэт Не раз выступавший на наших мидингах Читавший стихи Но теперь вот его стихи не понравились Каким-то закулисным деятелям Видимо, русский язык, стихотворная речь Кому-то очень колет уши И кому-то очень не хочется Чтобы русская поэзия звучала на русских митингах Чтобы русские продолжали свои традиции Литературные, поэтические Поэтому возбуждают уголовные дела И вот уголовное дело по 282 статье Возбуждено было против Николая Боголюбова Я хотел бы огласить фамилии тех лиц Которые непосредственно занимаются преследованием русского поэта Это замоскворецкая прокуратура Мы достаточно знакомы с замоскворецким судом Где беззаконие является просто основой всей деятельности Вот и сейчас здесь среди нас есть люди Которые прошли через замоскворецкий суд Знаем, что такое Ну вот замоскворецкая прокуратура-то рядом Гуринина и Потоцкая Вот два следователя замоскворецкой прокуратуры Которые ведут дело вместо того Чтобы его закрыть из-за абсурдности самого обвинения За поэтическую речь, за поэтическую остроту За русское слово Судят Николая Боголюбова Я думаю, что мы, русские люди, должны быть солидарны С нашими творцами, с нашими поэтами, литераторами, учеными Со всеми, кто испытывает сегодня давление репрессивного режима Враждебного абсолютно всем Каждому, кто проходит вот здесь мимо И думает, что это его не касается Должно быть известно, что Кремлевская власть – это ваши враги Самые злейшие враги Какой там Обама, Господи, да наплевать нам на Обаму Вот эти люди, сидящие в Кремле Которые как марионетки действуют Во исполнение закулисных решений Закулисных сил Вот они являются для нас прямыми, непосредственными врагами Потому что они против нас Они действуют, направляют все силы на то, чтобы мы были баранами, скотами Но не гражданами, которые имеют свое собственное достоинство И чтобы русская поэзия не звучала на русском языке Чтобы она не продолжала традиции русской литературы Они действуют, вот в частности, против Николая Боголюбова А те следователи, стыд и мы срам Но не только, не только Времена сменятся, мы чувствуем ветер перемен И эти следователи сами будут под судом И наш суд будет суровым, но справедливым В отличие от их суда, подлого и бесчестного Мы защитим своих, а тех, кто притеснял нас сегодня Мы найдем, я уверен, мы найдем И мы не будем действовать так, как они Бессудно, подло, тайно зачастую Мы будем действовать открыто И каждому будет известно За что судят вот этих следователей, этих судей Этих прокуроров И прочих начальников, которые наделали столько подлостей Своему собственному народу Прикрывая все это долгом Хотя о долге они не имеют ровным счетом никакого представления Они считают долгом уничтожение нашего народа и нашей страны И только такие приказы они выполняют И они не могут взять в свою голову, что они соучаствуют в преступлении Вот за это соучастие все эти соучастники И пойдут под суд Строгий, справедливый суд русского народа Фактически это не выступление Это такой разогрев публики Или выступление вне формата Когда еще люди собираются Когда митинг еще не начался Но микрофон уже включен И надо как-то привлечь аудиторию Чтобы люди подошли И сообразили вообще О чем пойдет речь И что здесь будет за выступление Что за мероприятие И я попытался привлечь К нашему митингу Огромную толпу Которая после работы Шла в метро Буквально ломилась туда Невероятным количеством людей И можно сказать Что вся эта толпа Была абсолютно равнодушна К тому, что мной говорилось И отчасти это как-то схоже С тем, что происходит С русскими новостями С вот этой моей передачей Которую я придумал В течение года Она была предметом вашего внимания Люди не реагируют Ни на что Ни на что не реагируют На слово правды Они не реагируют Истинной правды Они не ищут Они протекают мимо тех Кто в меру своих способностей Пытается это делать Но вот подавляющее большинство Все-таки не пытается Искать истину Не пытается Сочувствовать тем Кто ищет эту истину Или знает ее Я не могу сказать Что я знаю все Но все-таки Кое-что я знаю И мой опыт в политике В науке Посвященный В общем Социальным Политическим процессам Достаточно для того Чтобы многому научить И если я что-то говорю То это не просто Какие-то фантазии Не просто вкусовщина Это все-таки Знание и опыт И я все-таки Считаю себя вправе Делиться знанием И опытом В отличие от тех Кто не имеет того и другого И в общем-то Должен пройти Какой-то этап ученичества Но не желает Его проходить И желает Проповедовать Свои бредни Вот эти бредни Я не желаю Ни слушать Ни комментировать Никак Просто предпочитаю Их стирать Авторов Отправлять в черный список Чтобы они больше Мне в сети На глаза не попадались Вот А с теми Кто способен Воспринимать Сказанное мной Я с теми Готов беседовать Готов отвечать на вопросы Даже дискутировать Если это Дискуссии интеллектуальные Если это Дискуссии Знающих людей А не просто Каких-то Случайно Зашедших Посетителей Которые Ну просто хотят Поерничать И занять Мое время Ваше время С этими людьми Бесполезно Дискутировать На этом Русские новости В прежнем формате С вами прощаются До новых встреч В новых форматах Спецвыпусках Тематических выпусках Мы еще не раз Встретимся И те Кто действительно Желает Быть нашими Соратниками По русскому движению По русским Политическим организациям По коалиции Русский национальный фронт По партии Великая Россия Мы всегда готовы общаться Всегда готовы Действовать вместе А это самое главное Действовать вместе Не просто Общаться в интернете Не просто Развлекать себя Занимать свое время Тем, чтобы Просматривать какие-то ролики А все-таки Делать выводы И действовать вместе До будущих встреч Слава России Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова